Андрей Мецлер, генеральный директор Международного аэропорта Красноярск. Я примерно даже представить себе не могу о том, какие задачи вы решали в 2022 году и как много сейчас планов на 2023 год. Я думаю, их немало. В аэропорту в 2023 году какие, на ваш взгляд, самые главные качественные улучшения случились, которые вы точно можете отметить? Весь 2022 год было очень много работы. Геополитическая обстановка изменилась, очень много всего производственные процессы. Мы сделали упор основной, помимо прочего всего, мы сделали именно на гостеприимство. То есть мы многие процессы улучшили, постарались сделать так, чтобы гостям, пребывающим, убывающим, пассажирам, всем было как бы комфортно и было по-домашнему. Потому что мы с вами знаем, что все перелеты – это в основном стресс, даже для часто летающих пассажиров. И у нас задача основная такая была именно увеличить положительные эмоции и снять стресс, ну, то бишь, простыми словами, гостеприимство. Комнаты курения не появились, надеюсь, у вас? Появились, и комнаты курения появились, да. Мы очень много всего сделали. И комнаты курения, и система объявлений у нас новая, и система трансляции рейсов новая, и прокурилку, про которую мы с вами проговорили. И даже бесплатная парковка у нас появились, новые фонари на ней. Мы положили асфальт, сделали разметку. Ну и поскольку, как вы сказали, 2022 год был посвящен полностью тому, чтобы сделать аэропорт максимально гостеприимным и таким домашним, приветливым, и для тех, кто прилетает, и для тех, кто улетает, планов на этот год, на 23-й, сколько, какие… Ну, просто, простите, конечно, глядя сейчас на наш аэропорт, я не знаю, что можно улучшить. Вот, я зайду, посмотрю, да все, ну, только еще один построить, еще больше сделать, два яруса вниз, шесть наверх, что еще изменить? Давайте построим три аэропорта. Спасибо за высокую оценку, но в первую очередь на 23-й год у нас, конечно, это реконструкция перона. Количество мест стоянок для воздушных судов необходимо гораздо больше, потому что мы также планируем открывать новые направления, увеличивать частоты. И, конечно, для технологии нам расширение перона, новый перон нам крайне необходим. А это вот о каком числе судов идет речь? Расширение перонов, расширение стоянки. То есть, вот сейчас столько, а мы хотим вот столько. Вы знаете, сколько бы стоянок ни было, это как раз пропускная способность аэропорта, и на сегодняшний день их в пиковые часы на самом деле не хватает. И именно по этому моменту, то есть мы здесь с авиакомпаниями в одном векторе, они пытаются развернуть самолет быстрее. Мы, соответственно, тоже стараемся быстрее отправить самолет из воздушной гавани, чтобы место стоянки освободить для следующего. Ну и, соответственно, увеличивать можно сколько угодно. Увеличивать можно сколько угодно, да, потому что это, в свою очередь, позволяет увеличить пассажиропоток, увеличить трансферные потоки, увеличить количество рейсов, ну и самое главное направление. Ну и сам аэропорт будет ли расти в своих объемах, я имею в виду здания, терминалы, какие-то новые появляться, быть может объекты? На сегодняшний день у нас порядка 60 тысяч квадратов здания, оно позволяет комфортно обслуживать пассажиропоток в 5 миллионов. Мы в прошлом году завершили с рекордным показателем, перевалили такую психологически важную отметку в 3 миллиона. Более уточненные данные мы там даже подобрались практически к 3 миллионам, миллионам 100 тысячам, чуть-чуть не добрали, но то есть ориентируемся на вот эту цифру итоги 2022 года. Такая большая, серьезная планка. План был ниже, но мы смогли его перевыполнить. И вы еще сказали о направлениях, о работе над новыми направлениями, куда, когда. В 2022 году у нас появились новые направления в Казахстан, Алматы, Астана, мы полетели в Шри-Ланку, мы полетели в Турцию, в Бодрум, минеральные воды, Тобольск, ну и ряд других направлений. Андрей Владимирович, и возвращаясь к вашему рассказу о том, что аэропорт Красноярска становится еще более таким одомашненным, если можно так сказать. Я так понимаю, что в этом году или в том году появились в Комнате Матери и Ребенка какие-то детские заведения на территории? Мы сделали, мы улучшили Комнату Матери и Ребенка, мы привлекли интересных дизайнеров, профессионалов, поменяли обстановку, поменяли цветовую гамму. Значительно, существенно, как я уже говорил, добавили уюта, гостеприимство, в том числе и в Комнате Матери и Ребенка. Милости просим, приглашаем всех, ну и дети самое главное, и впечатления детские, они самые яркие. И уверен, что аэропорт благодаря именно этим локациям тоже оставляет у наших маленьких пассажиров тоже благоприятные впечатления. Ну вот я говорю о том, что да, аэропорт идеален, но скорее всего, я ни на что не намекаю, но мне кажется, все равно найдется человек, который скажет, а вот я бы, а вот я бы, а я бы вот добавил вот здесь пару столбиков, тут два фонаря и вот эту парковку чуть-чуть на 3 градуса сдвинул налево. Если вдруг у приезжих возникают какие-то вопросы, предложения, они ведь делятся ими с вами там в соцсетях, вы обращаете внимание на такие? У нас целый ряд каналов с обратной связью. Все без исключения читаю лично, я рассматриваю, включая жалобы, включая предложения. Ну и их, естественно, вы абсолютно правильно заметили, что можно подать и через соцсети, и непосредственно на стойкие информации, через книгу жалоб и предложения, у нас есть определенная там связь через QR-коды. То есть все возможные каналы мы читаем, анализируем, внедряем, ждем. В таком случае я воспользуюсь предложением Андрея Владимировича, и вы, пожалуйста, воспользуйтесь им, проведите хотя бы один выходной день, там буквально три часика потратите своего времени, тем более, что парковка для вас в эти три часа будет бесплатной. Приезжайте в аэропорт, погуляйте, посмотрите, там прекрасные кафе, рестораны, можно посидеть, покушать, погулять, насладиться, пофотографироваться и уехать спокойно, побывав в шикарном месте. В теплом. В теплом. В гостеприимном. Самое главное в теплом. Андрей Владимирович, спасибо вам огромное.